МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он пообещал, в общем, вытрясти у них протоколы заседания Совета директоров, которые должны быть по закону открытыми, и хотел тогда составить своеобразный рейтинг законопослушности и оперативности монстров экономики Российской Федерации. Он не получил протоколы заседания Роснефти, Транснефти, Газпромнефти, пошел в суд от претензий к таким компаниям, как ИнтеррауЕС и Сбербанк. Навальный отказался сам, потому что они ему предоставили документы. Но с остальными он судится с разной степенью успеха. И вот сегодня, уже в третьей касационной инстанции, Навальный выиграл у компании Транснефть. Суд отклонил касационную жалобу компании. На предыдущей стадии в апелляции юрист Транснефти жаловался, что Навальный владеет всего двумя привилегированными акциями. Это не дает ему права голоса на общем собрании акционеров. В общем, всячески указывали на его малозначимость. Кроме того, полученную информацию Навальный транслирует в СМИ в искаженном виде, заявил юрист. Это я цитирую портал правого РУ. Но, в общем, суд к этим аргументам не прислушался. И вот уже третья инстанция. И Транснефть повержена. Теперь она должна будет предоставить протоколы заседания Совета директоров за 2009 и 2010 годы. Интересно, что буквально позавчера абсолютно аналогичный суд в том же суде, в той же инстанции, только против компании «Роснефть» Навальный проиграл. И теперь заново начинает эпопею, крестовый поход против другого. А судьи по всему разные были. Судьи разные были, да. Но, тем не менее, одинаковые основания, собственно, одинаковые требования. «Чудны дела твои, арбитраж», пишет Навальный в Твиттере. Спасибо, Илья. Это Илья Васюнин о первой победе Алексея Навального в судах.